всем привет продолжаем наши грифоне квест но я бы мог сделать это за кадром и сделаю сейчас то что нужно сделать то есть смотаться в грандсурой довольно быстро надеюсь и обратно должен занять много времени сейчас быстренько скинем вещички нужно и налегке пойдем в синяю лунную башню там много нестяков будет что будет многое забрать и силы по нам разобрать заберем хилки собирал здесь забрать забираем сертифовка так сам беру вроде здоровья все так матерс не появился фонарик убираем где не уступил это грансис считается как грансис еще погнали выполнять квест что скину черепа набираю Что ты делаешь? борьба! Мы потеряли множество людей, но остальные борьбы вперед. Лиза, идите на рейт. Мы... Мы следили здесь, но это нас... Но все равно... Беста, тоже, повышает глубокий. Нужно оставить эту тару. Морки... и животные. Ой, 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 ой! Что я делаю? Что я делаю? Да, очень странная вода. Она никого не убивает. В смысле... главного героя. Остальных она может убить. Надо вообще-то подготовиться. Я чего-то совсем... Ого! Пустая мина сожрал. Куда ты не несешь? Не несешь меня к сундуку. Да ёлки. Жесткая. Жесткая, ребята. Ну, давайте. Дубль-2. Горпичит как-то неохотно со мной сражается. А нет... Тарается. Ооо... Да... Сначала веселое. Вот правильно что, я не подхидывался ни почему. Раз. Так можно? Горпичит как-то не так. без просто с 760 726 жизнь идти сюда жир так одной ниши у нас сейчас страх защиты до прошлый раз быстренько сделала парирование и дом тут никого не удивишь ого я ставил защиту на мою присанул чем тут стоим о кстати житон охотника да щелки в этой серии с парированием у меня плохо да что ты будешь делать нет не успеваю убить эту радость так готов нормально так же все 3 уровень назойливые твари о моргенштерн у меня как раз есть порция глади уберет 4 рановато этими делами да мега неудачно просто просто мега неудачи кто бы мог подумать синей лунной башни будет проблем ну харти в то же время все таки я думаю что так с ними биться во все 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 засну да ёлки даже не знаю выкладывать от серии или нет смысл есть вообще позорище такое да вроде вроде то не сложные все в то же время сейчас она блин думал долечу схвачусь просто долетел схватиться да ну того не стоит конечно даже такой короче dark souls style тип такой погибает что чуть не на каждом шаге ну хочу все диалоги прочесать я вроде они не мощные ну блин просто назови вообще просто назови это штук он не атакует пока агрессивно все не ведут сейчас схватит этот миг пусть горает ему да вы серьезно блин да класс аризм пришел я видел это не все короче это какой-то бред я еще не проснулся нифига это просто какой-то бред я чё блин тут вы чё мне тут я не люблю магическую пушку я понимаю что с ней здесь было бы гораздо проще все птицы вырезать просто как некий но мне нужны другие навыки растет ой а я раз и как а и в и в метка я не пользовался это время да вы достали с парик она и не чувствует или нет пускаем разота чем солдат убили все всех солдат убили блин да таилки у этого всего когда она лупит одного монстра она начинает более активно других ситуаций для летающих но если она никого не бьет то есть есть все не так просто поэтому я схроню сделаю перерыв всем привет продолжаем наш квест синей лунной башни прошлой серии мне тут хорошенько надавали по рогам я не знаю возможно я не выспался но я играл очень плохо меня убили наверное раз пять может быть наверное больше больше и я рад что игра дает челлендж я играю на сложном естественно она рассчитана на то что у тебя будет компанией спешек вот и враги вроде все несложны враги все несложные но кто-то погиб враги то несложные но их много и из-за этого становится тяжело сейчас вот тут маг будет мне стрелять держи 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 ты парень я уважаю скелетов в играх как противник как составляющую фэнтезийного мира они они есть везде и мне и это очень нравится что эти ребята ребята никогда не подводят геймдизайнеров всегда под рукой всегда готовы прийти на помощь как самый интересный ну не то что интересно но да они интересные враги потому что они гуманоиды их можно снарядить разным оружием и в этом плане в этом плане dragon's dogma конечно очень сильно радует потому что скелеты здесь мне очень нравится как они сделаны они сделаны шикарно скелетонс в этом плане просто невероятные просто невероятные они очень разные они очень разные у них разные стили боя разные ну то есть как бы в доме всегда тогда и даже 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 бандиты радуют на линце че ну надо было парировать ооо это плохо так вот радует радует бандиты потому что они тоже очень разные и схватка с бандитами или со скелетами она очень интересная может быть кучевой водички вот потому что дает челлендж вот пожалуйста мы у меня очень неприятно у меня у нас у меня у меня у меня у меня я и И это все, что мы имеем в Драгон Догма. Мы имеем в Драгон Догма, в Драгон Догма. Скиллтон Маге, в Драгон Догма. Скиллтон Файтер. И это просто ассен. Скиллтон, но мы не имеем в Драгон Драгон. Да, в других играх есть скелеты-лучники. Здесь почему-то скелетов-лучников нет. Это очень странно, почему их нет. Может быть неспроста. Ой, сейчас улечу! Так нельзя делать, так нельзя делать. Сейчас. Кстати, зачем я с ней сражаюсь? В этой башне, как я выяснил, есть Громобой или Громарев. Короче, какая-то пушечка очень хорошая. Которая как раз предназначена для Мистика. Мне только понять, на каком этаже. Понятно, на каком этаже. Мне кажется, здесь, поэтому она мне немножко птичка. Эта птичка мне не нужна. Достаточно вот здесь погулять немножко. Полетать, так скажем. Таким махаром. Не здесь. Ну, подарочек неплохой. Секционная броня. Единственное, что я могу сейчас стать очень тяжеленьким. Угу. Ну, хорошо. Приятно, приятно. Микстуры? Нет, порция отваги. В общем, скелеты этому очень приятные враги. Я к ним питаю особое чувство. Мне очень нравится с ними сражаться. В Догме они не самые мощные и страшные. Но когда их много, они представляют серьезную игру. По-моему, вот этот сундук. Не знаю, я не буду сохраняться, что попадется, то попадется. Ну так, чисто. Не буду я перезагружать. Может кто не знает, в Драгонс Догме к каждому сундуку привязан определенный набор предметов. И чтобы получить другой предмет, не тот, который вам выпал в данный момент, нужно выйти, сохраниться перед сундуком, выйти без сохранения и вернуться. Ну, загрузиться опять. И тогда, ну, выпадет что-то другое с вероятностью. Может всегда одну и то же вам выпадать. Бесконечно. Ну, тут уж как повезет. Сумеречная шапка. Замечательно. Вторая прекрасная вещь, которую можно сказать об этой игре. Вот, не знаю, там можно долететь. Проверять не очень хочется. Хотя, можем проверить на самом деле. Я же сохранился. Проверим. Нет. Ха-ха-ха. Я, кстати, выжил. Вопрос на какой этаж меня поднимет. Посмотрим. Жаль, конечно. Ну, ничего страшного. Что за сумеречная шапка-то? Не, это совсем. Совсем не мой фасон. Ну, давайте попробуем разочек. Выйти без сохранения. Данные будут утеряны. Те, кто постоянно играет в игру, узнают об этом приеме. И, конечно, через какое-то время это дико утомляет постоянно делать. Ну, с другой стороны, вполне себе неплохой механизм обновления сундуков. За неимением другого. Вполне себе рабочий такой. Спасибо. Ладно. Вообще, ну, догма довольно милостиво к игроку в плане лута. Здесь всегда можно прийти потом. Всегда можно прийти потом. И заново залутать. Сундучок. Потому что он обновится. Вот. И это замечательно. Как и все. В игре обновляется. И можно очень долго в нее играть. Так, кто-то у меня уже там. Кто-то уже на меня там целится. Здесь интересно. Наверное, можно забраться. Уоу! Нифига себе! Ну, здесь уж я вынужден. Может, рёб грома попадется? Да нет. Ну, видимо, я не по уровню. Я здесь был в постгейме и нашел этот постгейм. После убийства Григория я пошел опять с ней лунную башню. И тогда я там нашел этот... Эту палец, о которой я сейчас говорю. Возможно, она доступна только потом. Возможно, она вот в левом крыле. Сейчас сюда еще сбегаем. Все возможно. Да, кстати, скорее всего она здесь. Не будут сохраняться. Наступательные наручи. Небесный якорь. Блин! Окей, ладно, возьмем. Та, конечно. Для мистика. Я тут могу это одеть-то. Дайте проверить. Ага. А-а-а-а! Ну, неплохо это все для меня, как бы. Знакомый любому предназначен, в самом деле, к симметической энергии. Стихия есть. Но это я нашел раньше. Ладно, как-нибудь попадется, может быть, здесь. душе всего. Иииии. Ха-ха-ха. Такое я точно носить не буду. Сто процентов. Ладно. Мы не за Лутом, мы за квестом пришли, надо его выполнить. Ничего страшного, я переживу эту потерю. тем более против грифона я думаю угро действует . что такое за тропиночку я здесь еще не был или был возможно был хорошая руда здесь наверное но я себя нагружать не буду добыл я был ну собственно да я вот про ту башню говорил там можно найти по моему раскат грома называется эта штука это типа тысячи острые только элементального то есть уже заточенного на молнию по моему раскат грома не знаю как по-английски называется попробую подхилиться за счет этой штуки с лучниками она работала прекрасно хотя но с ними в любом случае лучники здесь ребята опасны не просто спамят стрелами так здесь должен макс ну вот пожалуйста да вы втроем не друг давай с тобой разберемся нравишься уходы пункти нормально подкидывает солдаты уже заждались этого ариза на который хочет и тут лутает болтает чистая ткань ну конечно без чистой ткани да это с другой стороны красавец монстр просто красавчик нет убил убил да 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 и и не надо сейчас он как раз можно лучше так сейчас нужно по поводу наверх все не ошибаюсь все это такое конечно катсценисты не может еще одного завалил нам дают понять что пора поторапливаться экшон экшон просто экшон где-то здесь надо будет вперед бежать нельзя будет камеру чё 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 чём чем занимаетесь ребята там занимаетесь можно узнать и 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 так он не может убить забывать да что что будешь делать то хоть вырезать все это вы гляньте на него чем делать своими крыльями вау я вообще думал что все будет очень просто здесь сейчас приду быстренько его размотаю тут игра показывает зубы причем не показывает тут я вообще я вообще не предполагал что вот на этом пути будут какие-то проблемы вообще что здесь есть проблемы для игрока даст они есть потому что он спамят вот этой грозой своей я даже особо то есть ищет у меня запасался у нас твоего травки собирать интересно это поможет сыр-сайрус ладно большой орех вот такой вот мистик крутой очень крутой мистик успею две метки поставить сюда или это крыса сюда приземлиться раньше я по сути раньше раньше солдат вот этих вот надеюсь не пропадут сейчас из-за этой кат-сцены упомянули я я и я я я я я что я я не не пойму когда он удар делать видимо когда я мне кажется здесь надо просто выждеть время не сделаешь ничего не сделаешь а да да погнали сейчас камера повернется по моему двое птичка да сейчас собираю и потом огур будет сидеть но это уже будет совсем потом так я уверен что будет автосохранение но лучше сохранить сейчас хотел справиться за полчаса и возможно я успеваю но не факт вообще не потому что парень удивляет так ребят мне нужно обновить мое парирование пламени как хотите вообще он уже здесь так еще кое-что вот отмечиваю эх грибы 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 уже больно быстро прибежал так я не знаю слышно вам соседи или нет но привет соседи привет соседи так ну да этот парень нам помогает если огромное спасибо за это да я тоже постараюсь да давай ну что ж ты 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 4 4 4 4 6 7 7 8 9 4 5 5 4 5 5 5 5 6 5 6 7 7 8 9 10 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 и я гайз и не всем повезло здесь лежит камень перемещения наш игров графоний у вас кубиться попалась но здесь должен еще лежать мне кажется стопроцентной вероятностью просто засыпали грифоний доспех грифоний графоний доспех график армор грифин арм ну это не мой стиль но он прикольно немножко такой толстоватенький становится герой на это же броня выглядит хорошо я очень щепетилен в плане шмоток в играх мне нужно вот свое что-то найти и я буду вообще счастлив не важно там характеристики какие вещи пусть они даже слабые но если не нравится это выглядит я буду в них гонять мне будет устраивать мне важно как выглядит мой персонаж в итоге всех играх по разуму это реализовано где-то старых пдш как там тебя просто целиком сразу одевают dragon's dogma в этом плане просто шикарная игра потому что она дает возможность просто разодеться как ты хочешь вот 29 минут сосед продолжает сверлить он молодец конечно и дела у него там в принципе пора в гранд сорн возвращаться заканчивать эту серию я еще что-то ищу броня из красной кожи но мне уже очень тяжело да я решил таскать с собой меч мне не очень комфортно смотреть как в руках у мистика находится меч потому что для меня лично на мой взгляд меч у мистика в руках скажется какой-то зубочисткой ну потому что у него огромный щит и меч кажется очень каким-то маленьким незначительной какой-то палочкой которую машет вот так вот вот но я взял меч в данном случае потому что он просто легче ну есть два огненных оружия исток огня и хранители дэма вот внушительный мистику подходит это оружие я рад что программисты добавили мистику булавы это очень круто смотрится жалко что топоров нет в игре в игре нет ни одного топора и конечно печально но окей принципе да окей не сильная потеря зато есть прекрасные молоты булавы опять же да собственно из залутали всю башню обошли ее кругом пора возвращаться в гранд 40 вес грифонов закончен we've done with this griffin vest i glad to me record this его надо целый борт кристалл 1 я оставил в синей лунной башне поэтому там ничего ставить не буду он там есть доложимся и закончили когда кончено могу уже пора ой как он тяжело бежит как же ты тяжело бежишь очень много плюсов в этой игре я не буду прям сейчас все ну в течение прохождения что-то будет попадаться конечно минусы тоже есть как в любой игре есть минусы любой гряне есть и в этой тоже но плюсы все перекрывают вообще с лихвой просто с лихвой это точно оставлю я пока уберу вот так просто коллекционирует броню надо кое-что проверить белая это волчья накидка тут спрашивали меня про накидку у меня есть белая в принципе могу отдать через пешку с удовольствием все квесты остались я рад но здесь еще с ферновалем надо разобраться все серия закончена спасибо за просмотр thanks for watching и и и Продолжение следует...